Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о китайской ракете класса воздух-воздух PL-15. Это самая современная китайская ракета в этом классе, которая призвана бросить вызов американским подобным ракетам, а тем более европейским. Китай бравирует, что лучше ракеты по своим возможностям, чем PL-15, сегодня просто в мире не существует. Тем не менее, многие детали про нее на сегодня скрывают. Как это принято для любой современной китайской военной техники. Поэтому еще она вызывает интерес и про нее стоит рассказать. Единственный нюанс – очень мало фото- и видеоматериала по PL-15 есть в сети. Поэтому будем довольствоваться тем малым материалом, который есть. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Впервые о том, что у Китая появилась такая ракета, как PL-15, стало известно в 2015 году. В тот период командующий ВВС США в Тихом океане заявил, что у Китая появилась новая ракета PL-15, которая, по его словам, сделала устаревшими все имеющиеся на вооружении ракеты класса воздух-воздух. Надо уточнить, что самой современной на тот момент у США была ракета AIM-120D AMRAAM с дальностью поражения целей примерно до 180 километров. Но когда в США увидели, что сделали в Китае, как бы это ни звучало иронично, они поняли, что надо искать варианты создать что-то подобное. Китайские медиа особенно активно смакуют этим моментом, что у них появилась ракета, которая значительно лучше самой современной американской ракеты класса воздух-воздух и смакуют тем моментом, что США признают это. Вылилась последняя в начало разработки новой ракеты AIM-260JATM. Ее компания Lockheed Martin начал разрабатывать в 2017 году, как ответ на PL-15. Но это отдельная тема, тема отдельного обзора. В 2015 году представители США увидели, что у Китая есть вот такая вот ракета. И предположительно, исходя из индекса, она и была принята на вооружение в 2015 году. Хотя также называют 2016 и 2018 годы. Потому что на выставках и авиашоу эту ракету демонстрировали на разных самолетах. И скорее всего, серийная ракета начала поступать в 2016 году. Первоначальными носителями этой ракеты были истребители J-10C, J-16, J-11B. И на самом последнем шоу показали эти ракеты на самом современном истребителе пятого поколения J-20. Учитывая, что эту ракету еще продали в Пакистан, она может использоваться с пакистанских JF-17. Про эту версию я еще скажу. Разрабатывать начали ПЛ-15 в 2011 году. Занимались разработкой в научно-исследовательском институте 607. В 2013 году ее отправляют на испытания. А уже в 2015 году, как я сказал, ее начали уже показывать массам. Когда ракета была представлена, китайские представители начали активнее комментировать цели и задачи ПЛ-15. В первую очередь, ракета предназначена для уничтожения американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, бомбардировщиков и самолетов до заправки. В чем особенность самой ракеты и почему ее считают такой прорывной? Главная причина – это использование двухимпульсного твердотопливного ракетного двигателя, что позволяет ей поражать цели на значительно большем расстоянии, лучше маневрировать и выдерживать большие перегрузки. Скорость тоже стала больше по сравнению с аналогичными ракетами. Заявлено, что дальность поражения целей ракетой ПЛ-15 составляет порядка 200 километров. Хотя некоторые источники отмечают, что этот показатель несколько занижен, и дальность поражения целей может составлять до 240 километров. Но и это, если уж на то пошло, не предел. Американские официальные представители отмечают, что в Китае разрабатывается ракета, которой дали индекс ПЛ-17, или еще имеет она индекс ПЛ-20, которая потенциально сможет поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Но это отдельная история. Ракета ПЛ-15 весит немногим менее 210 килограмм, в длину 3 метра 99 сантиметров, диаметр 203 миллиметра. В центральной части ракеты расположены ихсообразные крылья, а в хвостовой части расположены ихсообразные рули. Отмечается, что максимальная скорость полета может составлять 5 маха, что в пересчете примерно 6125 километров в час. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной навигационной системой и спутниковой системой наведения. Установили двухсторонний канал связи, что позволяет ее перенаправлять на цели и корректировать ее движение к цели уже в полете. Самолета-носителя могут поступать команды на ракету о координатах цели. Но вот какая еще есть особенность. При помощи двухстороннего канала передачи данных корректировку движения ракеты к цели может осуществлять самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Как вы понимаете, у таких самолетов радары могут обнаруживать цели на большем расстоянии. Истребитель J-20 может нести до 4 таких ракет, а значит может поражать одновременно от 2 до 4 воздушных целей. Еще один большой плюс этой ракеты заключается в том, что она очень стойкая к помехам, что позволяет с высокой степенью вероятности поражать любые цели, в том числе истребители F-35. Установили как контактные, так и неконтактные взрыватели, что делает ее еще более универсальной. Да, нет информации про массу боевой части, но уже по тем характеристикам, которые есть, понятно, что попади такая ракета на скорости, например, в тот же Е-2 «Хок-Ай», то вряд ли он сможет продолжать не то, что выполнение своих задач, а полет в принципе. В китайских СМИ часто сравнивают ПЛ-15 с советскими и российскими ракетами Р-77 и Р-37, с израильской ракетой «Дерби», с европейской ракетой «Метеор» и французской ракетой «Мика». Это помимо уже ранее упомянутой «Эйм-120Д». Понятное дело, что у вышеназванных ракет возможности по перехвату воздушных целей куда скромнее. Для сравнения рекомендую посмотреть обзоры на эти ракеты. Ссылки будут в описании, чтобы вы могли сравнить их возможности. Почему китайцы сравнивают именно с этими ракетами? Потому что это ведущие европейские, американские и российские ракеты класса «Воздух-воздух», которые значительно превосходят ракета ПЛ-15. И я ранее сказал, что ракету можно использовать на пакистанском истребителе JF-17. Китай создал экспортный вариант ракеты ПЛ-15. Это ПЛ-15Е. Она была представлена впервые в 2021 году на авиашоу. У этой версии несколько скромнее возможности по дальности перехвата воздушных целей. Этот показатель составляет 145 километров. В США обеспокоены, что на вооружении Китая и Пакистана имеется такая ракета. Что дает этим двум странам значительное преимущество в воздухе. Да, это заставило и США, и Великобританию, и тот же консорциум MBDA задуматься. А что делать дальше? Оперативно дорабатывать имеющиеся ракеты или создавать новые, которые бы тоже использовали двухимпульсный твердотопливный ракетный двигатель. И это наряду с тем, что у Китая есть истребитель J-20, который тоже стал для США сдерживающим фактором. Хоть и нет много информации и достаточного количества материала с применением этой ракеты, тем не менее, это уже создало определенную суету в оборонном секторе. А если Китай быстрее США, разработает и поставит в свои военно-воздушные силы ракету с большей дальностью, то первые, на ком они испытают эту ракету, будет Тайвань. Уже J-20 с этими ракетами были замечены недалеко от Тайваня, что вызвало волнение в регионе. Возможно, в скором времени появятся материалы реального применения. Тогда и дополним этот обзор. Что ж, это была ракета PL-15. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.